fdroid это выход для тех пользователей android которые хотят что-то найти в google play и не могут на самом деле преимущества fdroid не ограничиваются поиском приложений которых нет у гугла и все их можно свести к одному слову мед в смысле open source и это главная особенность fdroid здесь собраны только open-source приложений мало того те что выложены в официальном репозитории fdroid еще и проходят независимый аудит от разработчиков об этом и других преимуществах fdroid буду рассказывать подробно по ходу значит искать приложение fdroid google play бессмысленно его нужно качать с сайта разработчиков или из какого-то иного проверенного источника если доступа к сайту вдруг не станет нужно качать и устанавливать а пк при этом google вас будет постоянно пугать и уговаривать остановиться не ведитесь на уговоры и запугивания это верный признак того что вы идете в нужном направлении не всегда но в данном случае это так и вот пройдя дорогой скорби вы оказались в призрачном лесу в первоисточнике было не так все что здесь есть а эта закладка последние это бесплатные open source ные приложения из основного репозитория fdroid выложены в хронологическом порядке то есть самое последнее из всех категорий а в закладке категории то же самое но уже разбитое по категориям вот приложение из категории интернет к сожалению тут нет сортировки по популярности только по алфавиту или хронологически переключается здесь а также тут есть поиск если вы знаете как называется приложение new pipe я устанавливал из а пока на google play его также нет поскольку это враг youtube он показывает его без рекламы и позволяет запускать в фоновом режиме ссылка на скринкаст в описании при этом new pipe есть в репозитории fdroid и он подхватил приложение как будто она установлена через fdroid ну то есть обновлять его можно теперь отсюда также как и приложение установлено через fdroid непосредственно как устанавливать приложение также как и google play не выбираете заходите кстати есть и эта крутая штука возможность загрузки более старых версий спасает например когда у вас древний телефон или разработчик выкатывает проблемный апдейт ну в общем полезная а также тут есть информация о том какие разрешения запрашивает приложение на это тоже круто поскольку чаще всего при установке из других источниках о конкретных разрешениях вы узнаете уже после установки ну а сама установка как везде нажимаете установка устанавливаете катиму не рекламирую первое попавшееся приложение хотя возможно и неплохое не смотрел так значит у нас есть последняя и категории с этим мы разобрались вокруг пока пропустим есть обновление тут собрана информация о приложениях которые требуют обновления нажимаете обновить все обновляете все достаточно просто и последняя настройки проходить по всем не буду тут важная закладка репозитории на репозитории это как на линукс место хранения программ в данном случае приложение по умолчанию подключен только fdroid я вам советую подключить также guardian против там собрано приложение для обеспечения цифровой безопасности и например весьма популярный орбот есть там но его нет в официальном репозитории но в принципе вы можете добавить сюда любой репозиторий по ссылке и даже создать собственно и значит найти здесь вы можете практически все надо только знать какому репозиторию подключиться что тут еще разрешить приложение с антифункциями тут вы настраиваете что можно что нельзя по умолчанию нельзя только небезопасные для работы но можно исключить еще какие например те у которых исходный код больше недоступен а можно например разрешить небезопасные для работы но я бы вам не советовал еще в настройках можно подключить использование тор чтобы враги не могли отследить какие приложения вы устанавливаете в принципе я не вижу особо необходимости запускать fdroid через тор но интересно что потенциально такая функция тут есть также я не вижу особо необходимости в следующей функции хотя кто его знает чем все обернется закладка вокруг позволяет вам обмениваться приложениями установленными на ваше устройство с другим устройством через сеть вай-фай при отключенном интернете для обмена вы должны быть подключены к одной сети вай-фай в принципе заявлена поддержка и bluetooth но у меня bluetooth не заработал да и через вай-фай все очень плохо работало возможно у меня что-то не так и я смог перекинуть приложение только с десятой попытки но хорошо что потенциально такая возможность тут есть когда отключить интернет без приложений не останется кажется что в противостоянии проприетарного по и open source у последнего шансов мало учитывая мощь мега корпораций но у сил сопротивления тоже было мало шансов против императора а потом появились медвежата и все встало с ног на голову надеюсь кстати этот пример распространяется не только на противостоянии open source и мега корпораций все любите друг друга теперь это просто жизненно необходимо и помните в конечном итоге все будет хорошо это говорю вам я вова ломов и теплица социальных технологий